Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк. Жизнь в Австрии. Сегодня у меня короткий ролик, такой комментарий по поводу вопросов, которые возникают периодически у некоторых моих зрителей и комментаторов. Речь идет о том, что у нас разгораются дискуссии, споры, в которых есть некоторая ругань. Скажем так, кто-то обзывает меня всякими словами. То я предатель, то я наворовал и так далее. Кого-то я могу назвать безмозглым или недоумком. Такие у меня термины в отношении некоторых товарищей. В чем проблема там? Проблема в том, что стали появляться, как вы можете так обращаться к женщине, как вы можете так писать женщине. Значит, давайте разберемся. Во-первых, я знаю некоторых зрительниц моего канала лично. Я с кем-то разговаривал, с кем-то виделся. Я знаю, что это действительно женщина. Появляется какой-то комментатор, который меня называет всякими нехорошими словами. Пишет, что я что-то наворовал и так далее. И когда я пишу в ответ, что ты недоумок, жалкий, возникает, как вы можете так писать женщине. Откуда я знаю, что вы женщина? Ник любой себе может придумать какой угодно. То есть, мы с вами, да, в разговоре лицом к лицу, наверное, так бы не было. Но здесь, в комментариях, извините. И тут возникает сразу вопрос. Что за сексизм? Ну, если ты женщина, пожалуйста, иди на кухню. Готовь суп. Иди там ребенка грудью корми. Что-нибудь такое женское делай. И к тебе вопросов с моей стороны не будет. Никто тебя не будет называть каким-то нехорошими словами. Но когда ты приходишь в комментарии к ролику на тему военную или явно не женскую, где возникают такие вопросы, если ты сама начинаешь кого-то предателем называть, что-то такое. Вот если ты суешься в какие-то дела, выходящие за предел твоего чисто гендерного восприятия. Туда, где и женщины, и мужчины все вместе. И они обсуждают. Вот здесь начинать прятаться. А я в юбке, мне нельзя говорить, что я недоумен. Можно, можно. Иди кашу варить, там тебе никто не скажет, что ты недоумен. Если ты приходишь комментировать войну и так далее, так далее, так далее. Все, ты не женщина, ты человек, просто человек. И вот мы все люди в этих комментариях одинаковые, равноправные. Соответственно, ты мне предатель, я тебе недоумен. Все, договорились и поговорили. И тут начинать, а я вот женщина, мне и так нельзя. Ну, имей к себе уважение. Что, если ты женщина, что это не полноценная, что ли? Нет, это секцизм. Женщины вот с тобой разговаривают нормально, как с человеком. Так что, девочки, если вы хотите сусю-пусю, идите сусю-пусю в другие кулинарные каналы, во что-нибудь такое. В шитье. В шитье опять же. В вышивание крестиком. Ну, коли вы залазите в ролик, который отмечен в рубрике «Новости и политика», тогда давайте все будем не женщинами, не мужчинами, а просто людьми, человеками. Особи, которые имеют право и свое мнение высказать, и в ответ получить. На этом все, пока-пока.